Продолжение следует... И сегодня мы начинаем проходить игру, которая называется у нас Нечто. Игра по фильму. Есть такой фильм Нечто. Я вот его не помню, его Лёша помнит. Фильм 1981 года, там играл Курт Рассел. Есть переделка новая, но новую мы не смотрели. Старую я смотрел много раз. Не много, но смотрел. Да, я тоже с Лёшей как-то рассмотрели фильм этот. Но я помню там какие-то ужасы, что-то такое было. И что-то связанное с холодом. И с какими-то инопланетными существами, да, что-то такое. Клетка пожрала клетку. Клетка пожрала клетку. Вот как бы, как вы видите, да, у нас здесь действительно какие-то клеточки, да, тут плавают. Ну что, поперли? Что-то такое. Так, давайте начнем. Новая игра. Ну что? Автонаводка. Это что такое? Это же, да. Типа свет будет наводиться. А, автонаводка. А, так, конечно, тогда легко. Давай, смотри. Ну, мы не будем повязать, да, лучше так. Смотри, зачем нам такая маленькая, да, нам надо больше видеть. Мы хотим пройти, чтобы дальше было. Тогда нам надо побольше. Я просто не люблю, как вот в инди-хоррорах сделают такой маленький фонарик. Вот как фильм. Клетка агрессор. Вот, пожирает эту, да. Сожрала, все. И сделалась такой же, аналогичная. На самом деле это не так, в фильме так же, да. Она пожирала и превращалась в такую же клетку, в такого же человека. И нельзя было отличить, натуральный ли это человек или нет. Ассимиляция завершена. Все. То есть, вот так вот, мы можем сидеть здесь два одинаковых еще, и все. А будем плохими, на самом деле. Че? Ляш ру, ляш ру. Идих, ляш. Че, трясет, чувачек? Ух ты. Ты че за хрен отня, жесть. Бей его в рожу, давай посильнее. Проглотил, да, или че? Так, а у нас субтитров здесь не будет, что ли? Подожди, посмотрим. Все еще впереди. Это просто как заставочку они пошли. Че? Прям вот уже с первых секунд игры, уже у нас начались ужасы такие вот. Это у нас загрузка, я так полагаю. Клетко-агрессор. Это загрузка такая. А, это загрузка, понятно. Хорошо, не делай. Умно. Так, а гище. Оп. Все. Ассимиляция За За А Ликви В В А А А А А А А А А Все. Ну, ничего. Одну заставочку показали, следом за ней еще. Все, ведущий сказал. За ведущий. Блэйк, это Уикли. Как обстоят дела? Плохо. Ты что-нибудь видишь? Да ни черта из-за этой пули. Ты нашел что-нибудь? Ну, ваш передатчик не работает, а все остальное круто развален. Ты что имеешь в виду? Базы больше нет, полковник. Похоже, здесь был сильный взрыв. Найти здесь хоть какие-нибудь улики, все равно, что искать иголку в стаку сена. Понятно. Начинайте разведывательную операцию и попытайтесь найти хоть что-нибудь, что сможет помочь нам в расследовании. Я постараюсь где-то через час прислать за вами вертолеты, но погода портится. Ладно. Мы быстро все осмотрим и свяжемся с вами. Понял. Я проверю, как там команда Альфа. И Еще, Блэйк. Помни, там 40 градусов ниже нуля. Поэтому держитесь вместе и попытайтесь как можно быстрее найти укрытие. Вот, походу, Курт Рассел. Похож, да, похож. Только у него волосы были. Подсказки. Подсказки. Играя на первых четырех уровнях, вы периодически будете видеть такие текстовые подсказки, которые будут объяснять вам различные возможности в игре. Нажав кнопку Escape, вы сможете пропустить их. А нажав кнопку Escape и выбрав в появившемся меню пункт настройки, вы сможете вообще отключить их. Для этого выберите меню установки игры. Однако эти подсказки могут содержать интересную информацию. Фактически помогают вам научиться играть. Поэтому мы рекомендуем вам прочитать их хотя бы один раз. Дополнительную информацию и некоторые полезные советы вы можете найти в полевом журнале. Вы сможете открыть его, выбрав соответствующий пункт в меню паузы, нажав кнопку Escape. Спасибо. Игра. Влияние холода. В Антарктике очень холодно, около 40 градусов ниже нуля. Поэтому, оставаясь снаружи, вы можете замерзнуть. Внизу экрану синий полоской показывается воздействие холода. По нему можно судить, сколько еще времени вы можете находиться на морозе. Прежде чем начнете получать реальный ущерб. Задание. Во время игры вы будете получать задание. В левом верхнем углу будут появляться надписи различных цветов. Зеленый цвет означает, что задание еще активно. Оранжевый, что оно уже выполнено. Вы можете проверить статус всех своих заданий, нажав кнопку F, чтобы войти в меню ключей, документов и заданий. Как только вы войдете в этот экран, двигайте мышь вверх, чтобы подсветить иконку документа. Затем нажмите кнопку Enter, чтобы просмотреть свои задания. Хорошо. Найти улики, попытаться найти выживших. Так, это что у нас, холод, да? Да, не дать отряду погибнуть. Так, холод у нас идет. Пойдем. Бежим, 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 бежим. Куда бежать-то? Так, сюда не беги. Беги в станцию. А где она? Обернись. Потому что я знаю, где станция. Ребята, бежим. Так, похоже, мы куда-то не туда сбежали. Давай я побегаю чуть-чуть. Давай, побеги, может ты знаешь. Нет, я не знаю. Мы сейчас подохнем. Где эта станция? Так, команда тоже мерзнет, если что. Куда нам бежать-то, ебать? Команда Альфа. Ох, ох, мы сейчас подохнем. Куда нам топать-то, ебать-бог? Так, мы сейчас все сдохли. Если что, мы откинемся. Вот туда, беги назад. Похоже, здесь все чисто. Понятно, обследовали. Все чисто? Хорошо, что все чисто. Ну, ебать, что мы сейчас откинемся, что ли? Где это, Фуфло? Куда нам бежать? Я знаю, что должна быть станция по фильму. Ну что, фонарей ли, что ли? О, вот, что это такое. Уже здесь все чисто. Е-е-е-е. Все, команда, забегай. Успели. Грейся. Я не люблю, если честно, играть и клавиатуре, но мы поиграем чуть-чуть. Все такое? Лейк, если понадобится что-нибудь, подчините, обращайся ко мне. Если кто-нибудь из вас получит ранение, сразу же обращайтесь ко мне. Я не собираюсь везти домой ваши трупы. У меня полно патронов. И я готов устроить здесь настоящую заварушку. Молодец. Так, один у нас с патронами. Общение с членами отряда. Ваш отряд состоит из трех представителей трех различных классов, различить которые вы можете по их головным уборам. Солдаты всегда носят крепкий защитный шлем. Инженеры никогда не... Где? Не расстаются со своими надежными шапками. А медики любят носить теплые головные уборы с изображением Красного Креста. Понятно все. Вот еще. Члены вашего отряда ведут себя как настоящие люди. Они моргают, зевают, когда им скучно и сами могут принимать решения. Обращайтесь с ними поосторожнее. Все-таки они хорошо тренированные ветераны. И даже если у них в руках нет оружия, они не будут долго колебаться и прикончат вас, если решат, что ваше поведение слишком подозрительно. Они могут общаться с вами как вербально, так и с помощью иконок над их головами. Данные по иконкам вы сможете найти в полевом журнале. Чтобы взаимодействовать с вашим отрядом, нажмите кнопку Q, чтобы вы увидите лица, а также эмоциональное и физическое состояние тех солдат, что находятся рядом с вами. И могут услышать приказ. В центре появившегося экрана вы увидите указатель группового приказа, с помощью которого можно приказать всему отряду следовать за вами или остановиться на месте. Сделать это можно, посвятив этот пункт и нажав кнопку Enter, чтобы облегчить управление. В левом нижнем углу будет показываться, на что вы навели мышку, а также кнопки, которые можно нажать. Все. Доверие члена отряда. Как уже было сказано, ваши бойцы разумные люди, и поэтому они будут реагировать на ваши действия по-разному, в зависимости от показателя доверия к вам. Зайдя в меню отряда, над именем каждого члена команды, вы увидите шкалу, которая характеризует показатель доверия этого солдата по отношению к вам. Если шкала находится в зеленом секторе, этот солдат доверяет вам и будет исполнять ваши приказы. Если показатель находится в оранжевом секторе, то данный человек не доверяет вам и не станет исполнять ваших приказов. Однако он не считает вас врагом и не станет вас атаковать. Если же показатель находится в красной секции, то этот человек совершенно вам не доверяет и считает вас врагом. Понятно. Будем знать. Так, а что делать-то, ее бог? Что? Мы можем походить здесь, осмотреть все, да? Что? Так, ох, это факелки дать, понятно. Простые распро... коробки. Подсказка. Когда вы увидите изображение руки, это значит, что вы можете делать что-то, нажав кнопку Е. Поэтому внимательно следите за ее появлением при осмотре окружающей местности и разговорами со своим отрядом. Распределительная коробка, находящаяся перед вами, является базовой. Подойдя к ней, вы увидите сообщение в центре экрана, которое указывает название этой коробки. Вы также увидите изображение руки и желтую полосу внизу экрана. Она означает, что вы сами можете исправить эту коробку. Чтобы сделать это, нажмите кнопку Е. После этого вы заметили, что желтая линия начнет заполняться. И когда она полностью наполняется, починка будет завершена. Вы сможете в любой момент отпустить кнопку, чтобы прекратить ремонт коробки. И если вы после этого вновь нажмете кнопку Е, процесс починки начнется с того момента, где вы его прерывали. Хорошо, давай. Ток в комнате связи. Давай, ну-ка, дожи-ка. А че она меняет? Ну, че-то. Что за хрень? Когда у вас осталось мало здоровья, или один из солдат находится в тяжелом состоянии, еле-еле стоит на коленях. Причем помните, что если ему не помочь, он обязательно умрет, даже если после этого больше ни разу не ранит. Подзовите медика к раненому, чтобы он вылечил его. Медики, которую вы будете встречать на протяжении всей игры, могут лечить всех членов вашего отряда, кроме самих себя. Поэтому внимательно следите за их здоровьем и чуть что немедленно лечите их сами. Понятно. Че мы подохли-то? Че-то взорвался пупок. Че-то такое? А как взять? Е что взять? Да. Е, е, е. Е, е. Е, е, е. Взяли? Со стола взял, да, коробочку подходил. Ух ты, е. Охренеть. Все собрал, да? Так, где медик? Постой-ка минутку, я тебя подлотаю. Спасибо, чувачок, спасибо. О, отлично. Все, молодец, спасибо. Так, что нам еще здесь делать? Да че вы так бегаете, вы меня пугаете. Вот это что? Блин, они ходят за нами все время, как-то даже. Необычно, да? Хорошо, а что? Они просто хотят от нас каких-то действий, ждут от нас действий, да? Вот эта штука. Похоже, здесь все чисто. Двери закрываются. Похоже, здесь все чисто. А сушу, а сохранять можно? Наверное, может сама она в процессе игры сохраняется. Думаю, что, ну, наверное. Что-то пошло. Куда она? Туда что, да, смотри? Туда мы не пойдем, правильно? Там холодно, да. Так, смотри, мы... Вот здесь, кстати, холодно. Так, а тут мы пришли, да? Ну, все, что-то тоже поглядывает. Что-нибудь? Мы потом, может быть, настроим... Здесь холодно. Что и бильярд? Че? Че? Кто там? Че-то делаем? Он сам бежит в саду, что-то есть? Как тут холодно? Как тут холодно? Я согласен с тобой. Ребята замерзают. Давай тащи их куда-нибудь. А он сейчас у нас тепло. О-о-о-о-о. Ева, поскакал. Все падает. Все падает. На доску или куда? Я не знаю. А, вон туда, наверное, в дверь. Запертые двери. Не все двери можно открыть. Просто починив коробку распределения, некоторые из них заперты. И для их открытия вам придется найти ключ. Перед вами как раз такая дверь без ключа. Вы ее не откроете. Причем этот ключ может лежать как где-то неподалеку, так и... Совершенно в другой комнате. Или даже в здании. В столе или руке мертвого тела. Как только вы найдете ключ от запертой двери, просто вернитесь к ней, и она автоматически откроется. Подсказка. Ключ от этой двери спрятан под землей. Замечательно. Проникнут в лазарет. А сохранение было? Странно. Какой еще лазарет, нахуй? А что здесь? Интересно, как найти, что ключ это вообще... Где он именно под землей? Куда нам? Ключ под землей. Туда не уехать, охренеть. Здесь, что ли? Где это под землей? Что это за хрен? А-а-а! Блин. Надеюсь, они за тобой не будут прыгать. уже люди ненавидят работу смотрите половины жизни стоять блин а куда на топы тему щас подохну ну значит это все и о собрались спасибо за согрейку от учу здесь ничего нету ежу ничего они-то не замерзнут кстати если по моему я согреваюсь на и они тоже согреваются чуть такой вот он берется это что такое какой-то хрень юб испугала какого по фильму там какой-то у них один хмырь белгал очках толстый что это такое капитана чего чего чертова все сгуб быстренько смотрите все и двигаемся дальше быстренько осмотритесь у ключ смотри под землей вот он как раз под землями но кто и двери надо топать правильно кто и двери выходим обратно посмотрим ты помнила да действительно это он строит эту хрень тут попок а как на наверх ты пробраться не помнишь так наверх вот выходи здесь наверное где-то вот ищи где-то тут проход должен быть какой-то это чужих не туда может проход на и давай отсюда сходим здесь можно погреться что-то найти найдем можно дубину туда на дубину пойдем блин таких ботиночков бегу почему они без шапки то вообще если я полот такой полот холодильник значит ничего не берем тебя есть наверно батарейки и не надо пока еще по фонарик же можно как-то делать а как вы делаете ничуть ты не то сделала слонах лежа что фонарика нет мы так почитаем потом уже было сказано меню а вон там по ходу не сейчас согреешь куда бегай за угол хожу наверно сюда наверх классно пошел где наш проход ну давай звезда дверь должна быть закрытая он пин туда бежишь туда нет вот туда вот сюда где-то здесь может быть дверь где там нет видишь скалы ну сейчас нам труба будет короче по ней огни начну станциями там я упал да значит туда но и и бог ну не подыхает чуток мир не будет вот очень холодно там где эта хрень вот она дырка и вот она есть все греемся проникнуть в лазарет завершено как этот фонарик то включать и мою допас моим меню настройки настройки данного огонь взаимодействия и заряд огонь не смотрит что-то не туда будет ай присесть пробел доступ документов а и может быть давай где фонариан то и бог может мы его пока не нашли наверное его найти надо для начала вирус обладает способностью имитировать вид различных биологических существ вплоть до их одежды имитировать даже странно выбрали вообще самый яркий фонарик но я так полагаю его еще найти надо этот фонарик потому что мы только пока ружья нашли на хрена дверь с кодами доступа дверь находящийся перед вами открывается с помощью кода доступа и без него вы ее никак не откроете коды доступа можно найти в виде частей сообщений выданных терминалами не надо записывать эти номера блэк самых запоминает если вы нашли код доступа подойдите кодовый панели находящийся у двери нажмите кнопку и найдите код к этой двери возвращайтесь сюда подсказка обычно коды доступа это простой набор цифр на который вы могли не могли на которой вы могли просто не обратить внимание чуя не получится не хрена еще и код искать сложные раз при коробке перед вами находится сложная распределительная коробка и только инженер сможет починить ее чтобы заставить вашего инженера починить такую коробку вы вначале должны подойти к ней чтобы появилась ее название есть два способа попросить вашего инженера починить неисправность первый если инженер стоит достаточно близко к распределительной коробке над его головой загорится иконка я могу починить это если это произошло то подойдите к нему и нажмите кнопку е второй способ попросить инженера починить неисправную неисправность вызвать меню отряда нажав инженера нажать кнопку «Идти к» команды слева, потом указать распределительную коробку, которую надо починить. После этого он выполнит приказ. Вот как всё нам объясняет. Есть у него там облачко над головой. Давай делай. О, молодец, фенитый. О! Так, мой лежит, смотри. Опа. О боже, что это такое? Спокойно. Всем держаться вместе. И всё, что делать было? Испуг членов отряда. Члены вашего отряда всегда внимательно изучают всё происходящее вокруг них и реагируют на всё увиденное и услышанное. И если они увидели слишком много, у них начинается помутнение рассудка. Чтобы посмотреть, насколько солдат владеет собой, включите меню отряда, нажав кнопку «Кью». И присмотритесь к его изображению. Если у него всё нормально, он будет спокойно смотреть влево и вправо. Если он сильно напуган, он будет панически оглядываться вокруг себя. Если он будет близок к нервному срыву, он будет непроизвольно трястись, чтобы успокоить вашего бойца, дайте ему какое-нибудь мощное оружие. Или выведите его в другое менее угнетающее помещение, чтобы узнать больше о том, как влияет испуг солдат. Посмотрите полевой журнал «Эскейп». Нажми «Кью». Да. Вот этому хрену у вас, смотри. Ё-о-о. Попа, ты что, тебе плохо? Не-е-е. Ты пошёл-то вон отсюда. Забвалим отсюда, да? Так, утащи этого медбрата отсюда. Пойдём отсюда. Он запаниковал у нас. Медбрат, идёшь, чтобы? В любое место. Иди сюда. Покажи «Кью» и нажми. Чуть-чуть сегул. Да. А здесь что? Так, нам нужен код. Да, нам нужен код. Там ещё какая-то дверь была вроде бы, да? Вот здесь. Нет, ничего не происходит. Так, ну ни хрена больше, смотри. Хорошо, куда мы поедем? Я свою фигню. Как думаешь, куда мы поедем? Там какой-то журнал заданий у нас был. Ну как его возить? Вот в меню как-то он там вызывался. Завсюда мы не пройдём. Пройдём? Нет, это мы не обойдём. Сюда ничего не пойдёшь, что так мы. Я тихо шлюнуть. Где наши чёмы, бреки? Да, это интересно, да? То есть за людьми тоже присматривать надо. Ходи, их уводи. Хорошо, где этот кута, её бог. Вертолётик. Сломанный. Дайте-ка мы погреемся чуть-чуть. Ох, давай грейся. Ненавижу это место. Это понятно, там чувачок лежит. Мух, мы чё не взяли, ё-моё. Подожди, подожди, вот там какие-то снимки висели. Что за снимки такие? Ничего не делаю. Чё не делается? Вот я думаю, кот где-то может зашифровано от двери. Может где компьютер, куда подойти? О, есть. Жми, или чё там тебе надо делать? Вот. Я собрал рапорт, состоящий из пяти страниц, в котором говорится о вскрытии неизвестного тела, обнаруженного норвежским постом наблюдения. Похоже, мы имеем дело с каким-то регенерирующим существом, которое может принимать различные биологические формы. Доступ к медикаментам имеет только я и Гарри. Код 1138. Всё, мы нашли код. Он сам его запоминает. Наверное, это и есть та информация, о которой мне докладывают. Кью, посмотри, как они там. Так, это мы хмыли плохо. Да, кипись кому-то там хоть новенько стоит. Всё, открыли, прошли. Ну, в принципе, так, наверное, не очень сложно. Так. Подбираем, что можно подобрать. Сохранениями, я ничего не могу понять пока. Да, сохранениями, надеюсь, что каждый этот... Сохраняется. Чудо не открывается. Ну, смотри, вроде все включение. Вот, есться. Чит. Чит, очень. Дай, я не смогу этого сделать. Давай, молодец, инженер. Спасибочки. Записи игры. Вы можете записывать игру с помощью диктофона. Вот она, хмей. Чтобы сделать, это подойдите к диктофону, дождитесь, когда появится изображение руки, а затем нажмите кнопку Е, после чего вы попадете в меню записи. Замечательно. Так, вот она. Так, Е. Сюда, да? Где диктофон-то? А, вот, смотри. А, действительно. Так, база США, склад лазарета. Ага, всё отлично. Хорошо, теперь мы знаем, как записывать. Где... Ну, ты знаешь, да? Запомнишь, что есть? Место, да. Мы будем сюда... Там соседняя комната была, что-то... не зашёл. Да? Ух, нет, это на улице. А нам не туда, разве? На улице? Да, это же как бы через другой вход считается. Верти. Вот там, что-то, смотри, в ящике мигает. Упал-упал-упал-упал-упал-папа. Так, значит, правильно мы идём, да? Какие-то, смотри, сигнальные факелы, да? По этим пойдём, да? Ну, пойдём, да? Да, я так полагаю, что вон туда, наверное, по ним надо идти. Где они? По этим следам. Есть. Заставка. Уитли, это Блэйк. Какие новости? Одно тело опознанно, как Чайлдс. Выживших нет. И ещё. Одно тело. И что ещё? Это какой-то неизвестный транспорт. Он похож... Ну, в общем, похож на НЛО. Хм. Полковник? Труба полковник. Полковник? Вас понял. Я вышла вертолёт. Где-то неподалёку от базы был сброшен ящик с боеприпасой. Ящиком? Я хочу, чтобы вы установили взрывчатку во всех уцелевших зданиях. Вас понял. Я свяжусь с вами, когда мы закончим. Да, понятно. Установить взрывчатку во всех уцелевших зданиях. Попёрли. Сейчас установим, запишемся и лилять учим. Какой-то ржёт там всё время. Собрать взрывчатку. С-4 завершена. Установить С-4 в лазарете, в радиорубке. Давай. В лазарете и радиорубке. Так, нам куда? Сколько мы ещё играть будем? Ну, вот как установим, наверное. А, вот как установим. Сюда? Там ничего, кажется, уже долго играем. Да, может, собрали. Ты же уже собрался. Да? У тебя задание было сказано, что ты уже всё собрал. В лазарете. Давай сюда. А как её установить? Хорошо. Как её установить? Вот это... Как заражено? Лазарет. Вот это где? Вот здесь лазарет или где? Везде идёт. Хотя комната с заражённым существом не гарантирует стопроцентное заболевание. Шанс этого довольно высок от 50 до 70 процентов. Хорошо. Пусть у нас всегда будут эти подсказки. Нам всегда будут... Как нам зарычатку-то установить? Ку? Пай? Один уже там вятится башкой. Хорошо. Где у нас зарядка? Зарядка. Ой, не то. Так, ружба собираем. Мы точно её собрали? Конечно. Там, да, задание было жёлтое. Там было написано, те выполненные задания, они... Хорошо. А что на ней устанавливаются? Цветом подсвечиваются. Слушай, один у нас медбрат всё паникует. Так, у нас пока ничего не устанавливается. Я не знаю, как её установить, если честно. Может подойти к какой-нибудь коробке, он её сам установит. Это вот лазарет, да? Заражённые субъекты обладают способностью распадаться на части. Каждая такая часть – живое существо. Понимаю. И кробы, короче говоря. Он не хочет ничего устанавливать, если честно. Я жму Е, взаимодействие с предметами. Так, а что ты жмёшь? Вон только когда рука какая-нибудь появится. Только тогда жму. Ну хорошо, тогда мы... Вон, вон там, смотри, значок. Где? Видишь прозрачное на щитке? Красный прозрачный. Ой, ёбка, ты молодец. Так, завершено. Ещё один какой-то радиорубки. Где радиорубка у нас? Радиорубка. Вот здесь, наверное. Пойдём туда, выйдем. Где дверь? Вот здесь. Радиорубка. Помнишь там, где мы ещё проникали в эту дверь? Вон там она, что ли, ещё она? Вот, здесь, наверное. Я там сейчас туда упаду. А там можно как-то сбоку обойти. Спуститься аккуратненько. Они-то как-то аккуратно спускались, а ты вот что-то прыгнул. А это что такое? Вот помещение какое-то. То, как мне его обойти-то? Он не хочет прыгать, он только приседает. Вот сюда, по-любому, наверное, надо. Радиорубка и... А, мы здесь были уже, ё-моё. Вот вертолёт. Где наша, помнишь, ещё помещение было? Назад нам надо бежать, правильно? Ещё только... Ну, в самом начале, так куда я ходил, помнишь? Где эта хрень? Здание. Не помнишь? Вот это, что ли, оно? Ну, как, вон, куда зайти? Можно зайти? значит другой стороны обойдем приказ отряду если что можно дать вот так это лазаретная она тоже емаю да хорошо мы здесь закончим потом будем искать все здесь мы закончим нашу серию нечто такому как бы вот пока только одну мину установили эту бомбу так что здесь мы закончим подписывайтесь на канал спать его ну где он как вы закончите подписывайтесь на канал свою вконтакте комментируйте отелок и всем дочи пока смотрите наш праздник пока